Новое видео выходит каждый день в 20.00. В этом ролике, как вы уже могли понять по названию данного видеоролика, я буду извиняться перед луняшей. Давайте я вам кратенько расскажу, те, кто не в курсе дела. Когда-то давно, когда у меня был еще основной канал, он есть и сейчас, вы можете на него подписаться, там выходят 3 рекламных ролика в неделю, на этом же канале ролики выходят каждый день в 20.00, но это не так важно. На том канале я решил делать сам по обзору, почему я так решил, можете посмотреть в самом первом ролике на вот этом вот канале, на котором я хочу вам напомнить, ролики выходят каждый день в 20.00, можете посмотреть, почему я решил делать сам по обзору, почему я решил полезть во все это болото, в критику, в конфликты, в эти все хайпы, диссы, челленджи, господи, во все это. Вот, в данном видеоролике я бы хотел действительно вот выразить слова извинения, то есть и уточнить, то есть что я вообще имел ввиду вот в том сам по обзоре на вот луняшу, то есть многие, как мне кажется, не поняли. Многие просто подумали, что я действительно хочу как-то вот засрать маленькую там 15-14, сколько ей там было, 15-14, там 13-13 летнюю девочку, вот эту луняшу, которая ни в чем не виновата, которая божий одуванчик и вот так все делает. То есть это еще не извинения, это просто уточнения, извинения будут дальше там по ходу ролика, поэтому досмотрите ролик, пожалуйста, до конца, чтобы просто вот понять всю суть и всю, как бы, сущность мою, да и не только мою. В общем, почему я решил вообще сделать этот вот ролик с извинениями, как бы бесполезный, не бесполезный, без разницы. Почему я решил его сделать? Не так давно на канале у луняш, вот я сейчас смотрю, то есть там несколько недель назад вышел ролик под названием GG, в котором она говорит о том, что ну я действительно заебал делать ролики какие-то там, знаете, так как придумывать идеи, монтажи, монтировать это все. То есть меня это заебало, я не хочу это делать. Хорошо, я это понял и, как бы, можно сказать, что луняша, она так или иначе ушла с ютуба. Ее роликов мы больше не увидим, но теперь мы сможем увидеть ее стримы, что как бы не так хуево, как были ролики, но тем не менее полностью она не ушла, да и я думаю, никто не хочет, чтобы она полностью уходила. То есть то, что я выпускал тогда, это была критика и ничто иное. И вообще я никогда, я вообще против всех вот этих конфликтов, всего вот этого говна. То есть если вы мне не верите, сейчас я вам наглядно вот это вот все расскажу. Данил Геррера, мой лучший друг, на которого я уже там больше года назад выпустил свой самый первый сампообзор, с чего все и началось. То есть если бы вот тогда не вот та хуевая реакция от Данила Геррера в мою сторону, там ролики, какие-то посты, баны во всех пабликах, на всех страничках ВКонтакте, везде. Если бы не все это, того бы сампообзора, вот на данный момент на нем 11 тысяч просмотров, того бы сампообзора просто вот не было. И тут не моя вина, тут вина Тупорылова, Данила Геррера. Я уж извиняюсь за выражение, естественно, то есть я толерантный, терпимый, неважно. Я вообще не хочу никого оскорблять в данном ролике, хочу по минимуму материться, хочу по максимуму какого-то конструктивного материала вносить. Вот, и то есть я вам расскажу, я докажу вам, почему я вот против конфликтов, почему лично я против вот всех вот этих конфликтов, каких-то ответок, переответок. Моя цель раскритиковать человека, чтобы он посмотрел и такой типа, мгм, вот в тех-то моментах я был неправ, я с ним в принципе согласен, постараюсь так или иначе исправиться. То есть вот это я преследую, я преследую исключительно правду, которую, как я считаю, то есть это правильное, это вот правильная точка зрения. Я не говорю, что вот моя точка зрения, это истина в последней инстанции, которая не подвергается никакой критике, наоборот, чем больше вот мою точку зрения будут критиковать, добавлять туда какие-то вот еще там гипотезы, теории, я не знаю, как это называется. Чем больше будут критиковать мою теорию, чем больше будут критиковать человек, который я изначально раскритиковал, тем будет лучше для всех нас. То есть и контент, над качеством контента будут тогда запариваться больше, зная, что вот тут такая критика, тут вот такой порог вхождения и так далее, то есть будут намного больше запариваться. Так вот, к чему я? Данил Геррер, тут все понятно, вот такая вот ситуация. Дальше Луняша. Я выпустил сам по обзору, я вообще про это забыл, там была от нее какая-то реакция, ну думаю, ладно, посрать. Прилетает страйк. Все. Если бы не этот страйк, ничего бы того, что было на ютубе вот там несколько месяцев, возможно уже год назад, вот этого бы всего не было. Абсолютно, я вам серьезно говорю. Если бы не вот тот тупой поступок от Луняши, если бы не начал, конфликт начала именно Луняша конфликт, я не начинал. И вот все эти ролики от Ангела Касада я, соответственно, тоже не начинал. Ну, в общем, прилетел мне страйк на вот этот ролик по Луняши, я такой типа, ага, оспорил страйк, видос разблокировали, все офигенно сделали. В следующем сам по обзоре я в зарисовке вот это упоминаю, потому что я считаю, что об этом нужно напоминать на протяжении всей жизни, всей карьеры автора, который кинул страйк. Потому что кидание страйков это поступок настоящей крысы, и такая крыса, я считаю, не должна работать со мной на одном видеохостинге. После этого я выпускаю обзор на Викторию Большевичку, то есть обзор ей был нормально принят, соответственно, никакого конфликта у нас с ней не было. Она, скорее всего, там, я не знаю, прислушалась, не прислушалась, это уже не важно. Мое дело сделать и как-то раскритиковать, чтобы, возможно, контент в будущем у Саймпера стал лучше, так или иначе. Прислушалась, не прислушалась, это уже ее дело, но там вскользь была упомянута Луняша, и Ангел Касада это увидел, услышал и так далее, и просто вот принял это во внимание. Таким образом, сделал свой ролик, и оттуда уже вылился весь конфликт вот этот, причем Ангел Касада максимально, то есть в адекватной форме, сделал ролик на Луняшу. А она же, в свою очередь, выпустила абсолютно неадекватную ответку на абсолютно адекватный ролик Ангела Касада. Что мы после этого должны были все сделать, я не понимаю, на что она рассчитывала ответку, она, как вы можете, наверное, знать, удалила, так или иначе, но это не важно. Переходим дальше. После обзора на Викторию Большевичку, который был выложен 31 декабря на то время 2017 года, выходит сам обзор на Тофика Дипсайза, который был датирован 12 марта, уже 2018 годом. Выходит вот этот сам обзор, все хорошо, то есть выходит там, набирает просмотры, и тут хопа, накрутка дизлайков, хопа, накрутка комментариев. Я такой, ага, кто же кроме Тофика Дипсайза мог это сделать, я не понимаю. Тем более, в то время после выпуска сам обзора, если я в названии ролика писал Тофик Дипсайз, туда со 100% вероятностью накручивались дизлайки, накручивались комментарии, что туда только не накручивалось на самом деле. Вот, и я такой, и тут опять же, виноват Тофик Дипсайз, то есть я никакого конфликта с ним не провоцировал. Я, то есть, выпустил свой сам по обзор, свою точку зрения, раскритиковал, высказал свое мнение, я на это имею полное право. А скинул Тофику Дипсайзу, по-моему, то ли в ЛС, то ли еще куда-то, или не Тофику Дипсайзу, неважно. То есть скинул, чтобы он посмотрел на вот этот вот ролик про Тофика Дипсайз, на сам по обзор про Тофика Дипсайз, ответил Иси Дипсайз. Я такой, типа, вместо Тофика Дипсайза мне какая-то подстилка ответила, я такой, типа, без проблем. Окей, ладно. И то есть, я действительно не хочу, чтобы были вот какие-то вот эти вот все конфликты и так далее. Мне это абсолютно неинтересно, я занимаюсь критикой, мне нравится что-либо критиковать. Критикую я с целью того, чтобы в будущем это, возможно, как-то улучшилось, что-то изменилось. То есть, только для этого. Вы думаете, Навальный свои ролики для чего снимает? То есть, просто так вот ему нравится, он на этом деньги зарабатывает. Да, нет, он хочет, чтобы мы в России все жили лучше. Алло, типа, в чем проблема? Неужели такие, типа, простые вещи я должен объяснять? И вот мне постоянно пишут, мол, ты набрал себе аудиторию хомяков, которые там, хочешь, слово про тебя скажут, наставят дизлайков. То есть, они слушаются и повинуются каждому твоему слову. Да чё вы говорите, нахуй? Я как-то был, была ситуация какая-то, что я, нахуй, фамилию какого-то там, сам пьютер, то ли не сам пьютер, то ли основателя, сам журнала. В общем, какую-то фамилию какого-то человека назвал неправильно. Мне дизлайков за это понаставили, понаписали комментариев, ты чё, блядь, долбоёб, ты не мог проверить, блядь, как читается эта фамилия. Я охуел, блядь. То есть, кто-то занимается дезинформацией просто в масштабах вселенной, там, Владислав Павлов, Брулёв, им ставят лайки, их слушают, им всё. Я, блядь, фамилию неправильно сказал из-за того, что фамилия не русская, я, блядь, в этом не виноват. Мне понаставили дизлайков, блядь, там отписалось несколько, несколько человек, там, понаписали комментариев, как я посмел, блядь, дезинформировать людей, подписанных на мой канал. Кто-то врофл писал, кто-то серьёзно это делал. Так или иначе, такие люди были, которые реально подумали, что я хочу их дезинформировать каким-то вот таким вот образом. Что вообще в голове у этих людей? Я, то есть, я действительно не понимаю. И начали там вот за Луняшу вступаться все, кому не лень. Причём, когда мне писали вот какие-то подсосы, Луняши, они делали, блядь, просто грамматические, аж, блядь, ну это просто, это, это было невозможно читать, слушать, ещё что-то делать. То есть, вообще я не могу, мне пытались объяснить, почему я не прав, так и никто мне не объяснил, почему я не прав в данной ситуации. Пожалуйста, я всегда говорю, если вы мне объясните, почему я не прав в той или иной ситуации, мне не впадло. Я считаю, человек, если он сказал неправду, он может признать свои ошибки. Я вообще, то есть, постоянно говорят, мол, сам ютубер, там какие-то обзорщики, ещё какие-то люди, они должны быть объективными. Я вам больше, то есть, должны быть объективными, разбираться в том, что они говорят, что они делают, что там вообще не советуют людям и так далее. Я вам больше скажу, сам ютубер и вообще другой, любой ютубер, техноблогер и так далее, он вообще не должен разбираться в том, что он делает, что он вам советует и так далее. Я вам единственное хочу сказать, сам ютубер, техноблогер и так далее, он единственное, что должен делать, он должен быть правдив, то есть, честен перед своей аудиторией. Он не должен знать всё это, то есть, это не какая-то энциклопедия, в которую вы можете зайти и такие смотрите. Ага, то есть, сам по обзору на Тофик и Дипсайзу, то есть, вот так сделали. Ну, значит, Тофик и Дипсайз хуйло ебучо. На самом деле, приблизительно плюс-минус такие есть, там, после этой накрутки. Но это, это не важно, так не должно быть. То есть, действительно, я не выставляю, никто, как бы, не может выставить себя, как истина, в последней инстанции. То есть, в принципе, как человек может говорить что-то на полном серьёзе, как вообще человек может говорить, что он говорит что-то объективно. То есть, ты, наглядный пример, ты заходишь на сервер, на обзор, делаешь какой-то обзор сервера, ты говоришь, что тебе нравится их логотип, сука, всё, ты уже не объективен, всё. То есть, тебе нравится логотип, а кому-то другому он, может, не нравится, ты не объективен, всё, тебе проплатили, ты, блядь, хуесос, урод и так далее. Серьёзно, то есть, это вот так работает. Человек, то есть, самп-ютубер и так далее, он не должен быть объективен, я вам больше скажу. Чем самп-ютубер, типа, не разбирается в том, что он говорит, в чём самп-ютубер... Типа, если самп-ютубер не разбирается, то в чём он говорит, если он не объективен. Это лучший самп-ютубер, который, в принципе, может быть, действительно, то есть, ну, так и есть, то есть, если самп-ютубер, там, знаете, сливает какую-нибудь админку, там, лидерку и так далее, и, то есть, наносит ущерб серверам, то есть, GTA-сампа, там, просто в галактических масштабах, это великолепный самп-ютубер, на таких, я считаю, нужно подписываться, то есть, и мы действительно можем посмотреть, что у человека, про которого я сейчас говорил, то есть, только адекватные люди, умные, поняли, то есть, про какого я интеллигента самп-сферы вам сейчас говорил, То есть, действительно, человек заслуживает вот тех подписчиков, которые у него на данный момент есть, заслуживает тех просмотров, реально, то есть, он настолько запаривается над монтажом, настолько вот, просто, все, ну, меня вот постоянно предъявляют, там, какие-нибудь самп-ютубер, в частности, вот тот, про кого я вам только что говорил, то есть, мне постоянно предъявляют, а что у тебя монтаж такой легкий, как бы, а что ты вообще не запариваешься, что у тебя микрофон такой хуёвый, то есть, ну, ну, пиздец просто, а я спрашиваю, чел, а ты в какой программе монтируешь? Он такой, Sony Vegas Pro, я такой, а, ну, ну, понятно, да, то есть, а как 3D-моделировать, как вот, можно, то есть, в Sony Vegas без плагинов комнату сделать какую-нибудь можно, то есть, 3D-объект, мне говорят, можно сделать 3D-объект, я такой, ааа, ну, то есть, без плагинов, да, то есть, можно реально соорудить 3D-какой-нибудь объект в Sony Vegas, вот, то есть, так можно сделать, да, спокойно, мне говорят, да, можно, естественно, то есть, без плагинов, там, и мебель, и всё сделать, то есть, ну, пиздец, Я просто, я действительно охуеваю вот с этого. И вот люди, вот этот вот, знаете, вот эта челядь ютубовская, которая смотрит великий, то есть качественный сам контент бесплатно, они должны быть благодарны то, что вот на них там, на их рефералках, на еще чем-то зарабатывают деньги их кумиры. Мне кажется, что вот так и должно быть, действительно, то есть, ну, ну, типа, я считаю, что вот это вот всей критикой, знаете, когда ты кого-то критикуешь, пытаешься добиться правды и так далее, то есть так, ну, ну, вообще нихуя не, то есть вы назвали меня разоблачителем, да, ну, ну, охуенно, чуваки, назовите меня еще Данилом тогда. Я не знаю просто, ну, ну, это ж охуеть, вы че, блядь, ну, пиздец, просто я, я серьезно вам говорю, я считаю, то есть, человек, сам ютубер в частности, то есть, ну, он вообще не должен быть никаким там необъективным там, никаким, то есть, он должен смеяться над словом сперма, как бы, в роликах делать шутки там со словом сперма, со всем произвольным от него и вот вставлять по две рекламы в ролик. Я считаю, что это действительно заслуживает уважения и вот такие люди, действительно, такой контент в сам нашем сегменте ютуба, он должен существовать, то есть, он не должен подвергаться какой-либо критике с моей стороны, то есть, там, еще с чьей-то стороны, действительно, то есть, ну, вот я себе хомяков набрал, то есть, ну, они там лайки, дизлайки, что-то еще делают, действительно, то есть, охуеть, блядь, вот, ну, действительно, ну, он набрал хомяков, да, ну, че с него можно взять, Тупо там сидит что-то на 500 просмотров, критикует, да нахуй кому это надо Действительно, то есть, я чё, я серьёзно подумал вообще, что Тофик Дипсайз там, я не знаю Посмотрит вот эти все мои ролики и примет какие-то решения Да кто я нахуй такой, действительно, Тофик Дипсайз Человек, берущий за ролик 40-50 тысяч рублей То есть, я действительно, я подумал, что возможно я до него там как-то достучусь Вот таким вот образом, да, ну то, ну серьёзно Как я, как я вообще мог такое подумать То есть, вот, ну это ж надо быть реально дебилом, чтобы через какую-то критику Через фидбэк от аудитории добиваться какого-то качественного контента в сам кругах на ютубе То есть, чтобы ютуберы вот берут там большие вот эти вот деньги, знаете, какие-то за область Там 40-50 тысяч, чтобы они действительно отрабатывали, чтобы они работали на все деньги Они выкладывали там, знаете, то есть, 5-минутные ролики, там, купил аккаунт за 150 рублей То есть, ну, мне кажется, вот это заебись То есть, затраты на ролики, они у нормального ютубера, то есть, они должны быть, ну, просто минимальны Чтобы ютубер не тратился на контент, а вот тратился именно вот на себя Потому что, ну, как бы, людей-то много А сам ютубер, он один, понимаете ли? Поэтому, то есть, именно поэтому, сам ютубер, они не должны быть с каким-то своим мнением Они должны его выражать, вот знаете, только тогда, только тогда, когда их попросят То есть, действительно, вот им что-то не нравится, да, ты сначала добейся Потом там что-то говори, действительно, вот как трансформатор говорит Как там Дапа говорит, как ещё кто Ты сначала добейся, соответственно, потом критикуй То есть, ну, вот, тебе фильм не понравился, а ты сначала фильм сними, а потом критикуй Ты кто такой, блять, вообще? То есть, ты какая-то грязь из-под ногтей, ты кем себя возомнил? То есть, я, там, сколько хуёв не пересосал, сколько жоп не перелизал Чтобы, вот, действительно, поднять вот эти, там, 65-70 тысяч подписчиков Ты такой весь красивый, хороший, приходишь, думаешь, ты можешь нас вот просто так критиковать Ты думаешь, ты можешь нас трахнуть, да хуй, мы тебя сами трахнем Ты чё думаешь, ублюдок? Мы натравим своих маленьких, вот этих детей, просто будем стримить Будем смотреть твой ролик, выдёргивать слова из контекста и говорить Не, вот, вам нравится, что вас биомусором называют? Ну, я считаю, что это, действительно, прямое оскорбление подписчиков То бишь, вас, моих любимых подписчиков Вы настолько любимые, что я вам могу посоветовать даже два продукта Я могу играть на каком-то сервере и, то есть Я могу играть на каком-то сервере и при этом вставить рекламу в начало ролика То есть, получить деньги от сервера и получить деньги от прирола Мне кажется, что вот это реально, да, заслуживает, действительно, огромнейшего уважения Со стороны всего самп-комьюнити И, действительно, то есть, заслуживает уважения, там, вот Я не, ну, то есть, мне будет несложно упомянуть таких великих людей, как Владислав Павлов, Брулёв, там, Дилорензи, Андрес Укра Чуваки, мне кажется, реально, то есть, вкладываются в контент То есть, ну, что будет, если задонать 10 рублей, типа, на GTA самп-сервер То есть, затраты на ролик 10 рублей, там, затраты по времени, да, вообще, похуй, что там этого времени свободного У них много, они же там не работают и так далее Ну, вот так, в общем-то, это идёт Ну, это не особо-таки важно, понимаете? То есть, когда самп-ютубер, он выпускает ролик, то есть, его вообще никто не имеет права критиковать То есть, как самп-ютубер, он столько сделал затрат сил То есть, смотрите, он сначала озвучил Потом, получается, смотрите, он эту озвучку засунул, там, в Sony Vegas Потому что сампер, они не умеют пользоваться другими какими-то сложными программами для монтажа То есть, они засунули озвучку в Sony Vegas И пошли, то есть, на свой любимый сервер записывать геймплей для ролика Вот, вставили в начало ролика преролл и, то есть, и окупили его Ну, это охуенно Я вот, действительно, я считаю, что вот я не могу их критиковать Потому что, действительно, как я могу критиковать людей, которые вставляют по две рекламы в ролик То есть, я сначала, наверное, сам должен вот такого вот уровня Наверное, я не знаю, как это назвать, наверное, уровня рекламы достичь То есть, чтобы вставлять по два рекламы в ролик Действительно, вот, то есть, я должен вот этого вот всего достичь И только потом я смогу там кого-то, знаете ли, раскритиковать то есть без этого никак я действительно то есть но если вы думаете что я сейчас просто шутки шучу что я вот воспалил вообще знаете давайте что существует два вида юмора то есть реально юмор для интеллектуальной элиты это знаете там когда кто-то вот смешно падает там или блюет или срет вот это реально или там ну знаете пупу вот это то есть это когда человек говорит одно а там так монтирует и получает совсем другое вот это я считаю юмор для элиты то есть реально для интеллигенции для номенклатуры я бы даже сказал вот а то есть юмор для быдла существует а вот это пост ирония сарказм там и тогда пост модерн постмодернизм там вот это вот все шутки в стиле слида на или азазина то есть но это реально это юмор для умственно отсталых и неужели вы могли подумать что в данном 20 минут нам уже ролики в котором я просто пиздел ни о чем то есть чтобы вас заклик бейтить чтобы луняша досмотрела вот до этого момента и продолжал смотреть дальше в надежде на извинения которые кстати будут в этом ролике если что то есть если вы думали что я для этого это сделает абсолютно не так то есть мне действительно непонятно почему вот люди почему кто-то вообще может критиковать сам пьют почему вообще существует критика то есть я не знаю почему дали какую-то свободу слова зачем для кого нахуя кто ей пользуется я не понимаю то есть если интернет какой-то свободный дали каждый может себя подключить каждый может создать свою сеть и высказывать там свое мнение но нет типа взаим-мнение почему-то в интернете всех ненавидит нет я даже знаю почему потому что но мнение мнение это реально для даунов то есть действительно записывать ролики наёбывать школьников на делу и извиняюсь по делать качественный контент и получать за него деньги это реально то есть это может не каждый и этого действительно нужно добиться то есть чтобы вы понимали насколько этом колоссальные затраты то есть нужно уметь скачать программу для записи видео с экрана а вы можете мне сказать что есть там всякий shadow play которые уже предустановлены в винду но как вы можете знать то есть как и сарказмом как и посторонний shadow play им пользуются я считаю только быдло то есть чтобы стать ютубером по gta сам нужно обладать харизмой каким-то талантом уметь шутить про сперму уметь там еще что-то смешное делать то есть чтобы реально было охуенно вот но так или иначе вот это вот аудитория вот этих вот всяких самп ютуберов которые требуют какой-то объективности они вообще не понимают то с чем они связываются то есть какая объективность для кого зачем она вам нужна смотрите вот этот качественный контент от доларензи где абсолютно непостановочные какие-то вот эти вот пранки все и так далее то есть смотрите вот всю эту компанию самп ютуберов которая собралась и может начать просто засерять одного человека просто потому что их точка зрения не совпадает с его точкой зрения то есть они не будут как-то объективно разговаривать где-то в скайпе в дискорде там критикуя друг друга нормально то есть на общих тонах то есть действительно они не будут этого делать для чего они же добились успеха а ты не как ты вообще можешь кого-то критиковать говорить какую-то про зачем для кому это надо твоя вот это вот правда кому она сдалась вот вы мне можете рассказать я лично не понимаю кому нужна вот эта вот твоя правда когда все то есть но сам ютубер зарабатывают деньги и что такого то есть они не мог каждый зарабатывает так как может и то есть тебе не нравится ты не смотри действительно то есть вот не нравится не смотри то есть какая тебе разница там зарабатывает не зарабатывать деньги наносит ущерб сампу не наносит ущерб сампу то есть действительно как как вообще зачем почему для чего то есть он ну действительно как и вот просто не понимаю неужели люди вот 2000 там 19-ом веке до сих пор думают что можно вот просто так взять и высказывать свое мнение думаю что им за это ничего не то есть за то что им не набьют ебальник действительно то есть как как и не могут об этом думать спокойно то есть я вот это вот вообще не понимаю как вот они могут думать о таком это действие это ненормально мне кажется то есть сам ютуберов их никто не может критиковать грубо говоря то есть это мастодонты контента это самый сложный контент на ю тубе то есть сам ютубе они еще многие говорят то что ну в смысле какая объективность мы тут арендуем студии мы тут что только не делаем то есть какая объективность о чем то есть вы знаете как мы жили до этого то есть вы знаете кем бы мы были, если бы, то есть, не САМП, если бы не Ютуб вот этот САМПовский, кем бы мы были? То есть, в смысле, какая нахуй разница, кем бы вы были? Типа, ну, действительно, вот как? Я просто вот это вот не понимаю. То есть, действительно, у Владислава Павлова удалили канал. Я считаю, то есть, изверги, изверги. Ютуб не мог. Зачем? Для чего удалять канал Владислава Павлова? Там же абсолютно не за что. То есть, вот вы тут можете начать перечислять, то есть, розыгрыш 100 рублей, там, вот в заблуждение, сливы, там, лидеры, админок, порчи интеллектуальной собственности. То есть, что там только? Ну, это всё хуйня, вы что? То есть, САМП Ютуберы, они охуенные, действительно. То есть, они-то вокруг себя хомяков не собирают, которые по их зову, как стадо ебучее, начинают ставить дизлайки. Нет, нет, они таких хомяков не собирают. Вы что? Это САМП Ютуберы, это самые священные люди, в принципе, во всей галактике. Как вообще можно подумать, то, что вот САМП Ютубер, он не может, то есть, говорить то, что ну, сначала добейся, потом критикуй. То есть, там всякие Михалковы, ещё кто-то вот, которых Бэткомедиан критикует, то есть, они не могут говорить СНАМП Ютуберы, сначала добейся, потом критикуй, потому что это просто будет стыдно. А то есть, а САМП Ютуберы могут действительно, то есть, если САМП Ютубер так говорит, мне кажется, это идеальный САМП Ютубер, на такого действительно стоит подписаться и стоит начать смотреть абсолютно все его видеоролики, Так или иначе, потому что вот действительно нужно, нужно, самп-ютуберы, это вымирающий вид, их же сейчас настолько мало, то есть вот этих, знаете, всяких летсплейщиков самп-ютуберов, экспериментаторов самп-ютуберов, их действительно, их очень мало, ну как же это так? Ну неужели вы думаете, что самп-ютубер это какой-то ученый, который будет вам рассказывать то, как правильно играть свою роль, придумывать какие-то, то есть за те деньги, которые они получают, неужели вы думаете, что они будут снимать какие-то там короткометражные фильмы? Нет, нет, их уровень это просто нажать, то есть F9, там нам 5, у кого что, то есть кто как хочет, так и дрочит, так или иначе. То есть их уровень качества действительно, то есть то, за что они борются, то о чем мне всегда говорит Брулев, их уровень качества, это действительно, это очень, то есть такого сложно достичь, к этому нужно идти. То есть вот говорят, бывает то, что журналист это профессия, я считаю то, что блогер, сампер, то хуй с ними, с блогерами, я считаю, что сампер, это настоящая профессия, то есть быть сампером и может далеко не каждый, это действительно сложно. И многие вот там могут предположить, что какой-нибудь сампинг, там вот этот самповский блогинг, это какой-нибудь там внук кинематографа. Нет, то есть абсолютно не так. То есть это не какой-то там его племянник, там внук, еще кто-то. Нет, это действительно, это дочь журналистики. Видеоблогинг это дочь журналистики, я вам серьезно говорю. То есть это действие, это так. И то есть в журналистике журналист должен быть честный. И я считаю то, что вот сам ютубер, они тоже должны быть честны. И они действительно, то есть они честные. То есть спроси у Владислава Павлова, а ты в жизни такой же ебнутый? И он тебе ответит, нет, ты что, это только для роликов, это действительно только для роликов, я такой ебнутый, вы что, чуваки? Спросишь там у Брулева, а уровень качества, он в жизни тоже отслеживается там по поведению, по адекватности? Они ответят, да нет, вы что, уровень качества, это нужно добиться на ютубе там еще где-то там, где там только не надо добиться этого уровня качества. Действительно, но как? Как вот добиться уровня качества? То есть, наверное, нужно долго работать, нужно просто вот там стараться, заниматься, то есть заниматься монтажом, заниматься 3D-моделированием, Adobe After Effects, изучать как делаются мелкие частицы, как делаются какие-нибудь там эффекты, пост-продакшн, продакшн, таймлэпсы там, я не знаю, хуепсы какие-нибудь, плагины и так далее. Нет, сам ютубер, он должен уметь хорошо подлизывать другим, более высшим сам ютуберам. То есть, я могу привести пример, Малфой, абсолютно вот, то есть, хорошо подлизывал там, и Делорензи, говорит, что у него клипы охуенные, и канал-то Владислава Павлова, ему было жалко. И давайте я вот сейчас даже зайду, посмотрю, то есть, давайте, мне не стыдно, то есть, я записываю ролик, я прямо вот сейчас зайду и посмотрю, Малфой, ага, то есть, смотрим, 150 видео, 10783 подписчика, канал зарегистрирован 2 февраля 2013 года, а когда у него появился первый ролик, когда вот он начал делать? То есть, действительно, когда, когда вот он начал делать? Год назад, год назад, то есть, Малфой, да, возможно, даже уже два года, я посмотрю, когда был первый ролик, первый ролик у него был 14 июля 2017 года, то есть, действительно, человек старался, подлизывал там, всем, кому только мог, и, то есть, действительно, достиг успеха. Сампер, он не должен быть объективен, не должен быть правдив, то есть, ой, нет, правдив он как раз-таки должен быть, то есть, действительно, как это так, то есть, Брулёв, Павлов, они все, они абсолютно правдивы, то есть, да. И еще, он должен уметь лизать, то есть, спросите там, у какого-нибудь там, я не знаю, Брулёва или Павлов, то есть, ты лизал кому-то для того, чтобы набрать своих подписчиков? Они, конечно же, ответят, что, да, да, а что они могут еще ответить на вот этот вопрос? То есть, действительно, это, это действительно. То есть, я считаю, что самп-ютуберы, это самый, то есть, сложный пласт контента, который только может быть в принципе, то есть, там, знаете, какие-то вот эти короткометражки на ютубе, еще что-то, которые набирают просто сущие копейки по просмотрам, и вообще, и, то есть, ничего с них не зарабатывают порой, потому что они, единственный доход с монетизацией, они его режут тем, что вставляют композиции, за которые им не заплатят. В то время, когда сам ютубер, если у него вдруг находят композицию, которая подвергается авторским правам, ему будет похуй на аудиодорожку, он вырежет эту композицию нахуй, потому что, ну, нахуя она нужна? Действительно, то есть, нахуя нужна вот эта вот композиция, которая там, ну, возможно, то есть, нет, вообще не композиция, нахуя нужна аудиодорожка, видео? Я, то есть, деньги за ролик получил, 40, там, 50 тысяч купил аккаунт за 150 рублей и так далее, прорекламировал Дубай РП и много, да то есть, а что еще надо? Я считаю, что больше абсолютно ничего не надо, то есть, нужно уметь, действительно, вот, нужно уметь стать самп-ютубером, и то есть, если ты все-таки стал самп-ютубером путем, там, подлизывания, путем говорения правды на всеобщую аудиторию, вот эту большую ютубовскую, самп-овскую, если ты все-таки достиг вот этого всего, то есть, ну, ты действительно красава, то есть, ты неприкасаем, ты как депутат, у тебя есть депутатская неприкосновенность, То есть, действительно, никто не имеет права тебя критиковать после того, как ты чего-то добился, потому что, ну, как? В целом, как они могут вообще тебя критиковать? То есть, как говорил вот один великий философ Андре Сукре, то есть, да, Луняша, она действительно делает полную хуйню, это невозможно смотреть, это полная хуйня, дресня, но если тебе что-то не нравится, закрой ебальник, пожалуйста. То есть, он здесь, он так и говорил, то есть, он так и говорил, то есть, ну, тебе что-то не нравится, ну, ты терпи, то есть, Азон терпел и сам ютуберам велел, как говорится, то есть, ну, нужно потерпеть, что уж тут поделать, то есть, ну, ну, что тут взять-то с этой девочки, ну, вот делает она хуйню, ну, что её тебе критиковать для того, чтобы она больше не делала хуйню, кто, долбоёбы, какие-то там быдлосы, которые вот эта пост-ирония и многое другое, они бы, конечно же, ответили, что да, нужно её критиковать, Для того, чтобы она прислушалась к критике, когда её много, то есть ты хочешь не хочешь, ты к критике прислушаешься, то есть начать её критиковать всем ютубам, чтобы она прислушалась и сделала что-то хорошее, то есть действительно, но нет, нахуя это надо, в принципе, для чего? Для чего? То есть, зачем вот говорить каким-нибудь там самп ютуберам, самп ютуберам, что кидать страйки это хуёво, зачем? Это же их контент, это же они его выкладывают на ютуб, несмотря на то, что правила этого самого хостинга, которыми они тогда же, они даже не читали, у них банят ролик, они говорят, ютуб, да как ты посмел забанить меня, мой ролик, как? То есть, или ютуб, жёлтый значок монетизации, как ты, как ты посмел сделать? То есть, жёлтый значок монетизации, ты, блядь, чё? Ты вообще охуел, что ли? Я сейчас захочу, я, блядь, на твоём видеохостинге, ютуб, там, кто вот этот, глава ютуба, там, по-моему, женщина какая-то или мужчина, да вообще похуй, кто глава ютуба, ютуб, я сейчас захочу, я ролики на твою площадку выкладывать больше не буду, посмотрим, как ты без меня проживёшь. Ты думаешь, я тебе не нужен? Нет, ютуб, то есть, это ты мне, ну, ой, наоборот, ютуб, ты думаешь, что, типа, ты мне нужен? Нет, это я тебе нужен, потому что я контента произвожу, и похуй то, что до меня, там, миллиарды, миллионы человек, желающие зарабатывать на платформе, при этом соблюдая все его правила и производя контент. Но нет, типа, ютуб, я сейчас пойду в пятёрочку работать, ты хочешь этого? Ты вот этого добиваешься, да? Ютуб, если я пойду работать в пятёрочку, ты пойдёшь вместе со мной, я просто, я не знаю, как ещё думают эти дебилы, которые действительно вот, вот так вот говорят. То есть, ютуб, жёлтый значок монетизации, ютуб, меня забанили, заспамили, введение в заблуждение, пререкламируйте мой новый канал, я не знаю, что мне делать. Хм, блядь, что это? Что, просто, зачем, для чего? Как вы это делаете? Нет, нет, вы, наверное, сейчас могли подумать, вот, после всего этого, то есть, после того, как я изобразил Владислава Павлова и многих других самых ютуберов, мы могли подумать, что я их засираю, нет, то есть, Владислав, вообще, чего я вообще по именам их перечислять буду? Вот, сам ютубер, если вы это слышите, все сам ютуберы, они красавцы, они молодцы, они делают такой охуительный контент, что я просто не могу, то есть, это действительно, Майкл Бэй там от спецэффектов просто охуевает, действительно, то есть, бля, охуеть, вы же ролики-то делаете раз в месяц, да, сам ютубер? То есть, действительно, не, 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 вы сейчас опять могли подумать, что я вот так, то есть, через призму какой-нибудь вот этой быдловской просто постиронии, сатиры и так далее, то есть, могу высмеивать сам ютуберов, а они этого даже не помнеют, нет, все не так, все не так. На самом деле, я действительно, то есть, я действительно, я радею за Ютуб. Мне действительно хочется, чтобы вот самп-ютуберы на Ютубе, они действительно, то есть, не делали какой-то объективный, там, правдивый контент, не делали какие-то объективные обзоры на сервера. То есть, действительно, не снимали там, где их просят подписчики, их любимые, которые они всегда говорят, что так любят, а снимали там, где им больше зап... То есть, действительно, самп-ютуберы, они такие вот Ютуберы, они этого заслуживают. То есть действительно, самп-ютуберы, они охуенные Они, то есть действительно, они просто, они делают такие спецэффекты, такой контент То есть, не, они могут даже их не делать То есть действительно, они могут, как Барон Гейм Коронос, великолепный самп-ютубер То есть, правда, просмотров у него незаслуженно мало То есть действительно, я считаю то, что вот эти вот, знаете, все самп-ютуберы Они незаслуженно не популярны Вот там, знаете, кто там в топах ютуба? Пьютипай, Т-сириас, там еще какие-то ноонеймы вот эти Я считаю, вот эти пидарюшки, все блогеры там понавылазили, ох, пиздец, как весело, ой, извиняюсь, извиняюсь, что-то лезет не то из меня, вот, но так или иначе, я считаю, что самп-ютуберы, они, то есть у них не заслужено мало денег, не заслужено мало просмотров, не заслужена маленькая аудитория, то есть действительно, то, что им дает сейчас ютуб, ютуб дает мало, тем более он их ограничивает, запрещает рекламе там какие-нибудь букмекерские компании, еще что-нибудь, то есть, говорит, что они должны по американским законам, а ютуб, я хочу вам напомнить, американский сервис, то есть они должны отмечать в специальной плашке в самом ютубе то, что это и есть реклама, как ютуб может такое делать, то есть ютуб это, ютуб это что, это не российский сервис, но даже это если не российский сервис, и у них по действующему законодательству нужно отмечать всю рекламу, то ну хули, хули вот, да, почему я должен отмечать рекламу вот эту, а может там вообще не реклама, может я хочу от всей души Эжи, поделиться со своими великими зрителями, вот этими какими-то там самп-серверами и так далее, то есть действительно, может я хочу, а что, а мне нельзя, или что, то есть вы хотите сказать, что мне нельзя поделиться с самп-ютуберами, то есть вот этим вот всем, да, ну как, как, то есть действительно, я хочу поделиться своими зрителями вот этой всей информацией по поводу нашего сегодняшнего спонсора, то есть там и в прероле спонсора, и в самом ролике спонсора, я хочу действительно поделиться вот с самп-ютуберами, как это сделать, я вот не знаю, просто, как это можно сделать действительно то есть ну вот как как то есть действие то есть вы представляете там багер такерс выпустил ролик где сказал о том что сам чутубер им берут просто овер прайс делают на свою вот эту бесполезную абсолютно неэффективно какую-то хуевую пятиминутную рекламу то есть 40 50 тысяч рублей чтобы вы понимали это стоит какой-нибудь обзор у такого ну знаете не то чтобы средне начинающего техноблогер багер такерс заявил что ну просто они за что берут деньги то есть и я вот с ним ноги сам ютуберы не согласились потому что считаю что у сам ютуберов контент действительно который заслуживает вот таких больших денег и действительно и то есть он там начал что-то возмущаться отстаивать свою точку зрения как он посмел то есть как он посмея согласен со всеми сам ютуберами действительно то есть вы можете подумать что я опять ровли вот дэн семен опять ровли так как он мог вообще то есть действий как у мног багер такерс то есть ты чё ты крыса или кто ты крыса то есть ты как смеешь выражать свое мнение а нас у тебя ты можешь в тебе есть свое мнение щенок ты чё бы литыхе мы себя возомнил наху абакер так ты чё думаешь блять ты чё ты крыса ебучая ли чё вот если ты не крыса тогда завали свою ебало хули ты можешь говорить про нас если ты тоже самп ютубер. И похуй то, что ты для каждого ролика придумаешь уникальный сценарий, что твои ролики интересно смотреть. То есть, ну похуй. Это вообще по... Это забей, блядь. То есть, самп ютуберы, то есть, если сравнивать всех самп ютуберов и баггера такерса, то баггер такерс, ну он просто сосёт. То есть, бля, ты хули баггер такерс? Ты хули на ютубе-то там выёбываешься, блядь, то что вот эти самперы, они себе там машины за миллионы рублей покупают? Ты хули выёбываешься, блядь? Ты выйди с ними раз на раз. Они на ютубе выёбываешься, ты чё думаешь, блядь? Тебе пизды не дадут? А вот не дадут, блядь. Ты чё делать будешь, а? Баггер такерс? Вот чё... Вот что ты будешь делать тогда, а? Вот дадут тебе пизды, вот что? Что? Или не дадут пизды? Да какая разница в целом? Дадут, не дадут? Чё вы заладили вообще с этим? Вы чё ко мне пристали, мрази, а? Чё, я, блядь? Может вы? Ммм, сука, не слышу, ладно. О, не, не важно, Светлана. Вот. Действительно, то есть, ну как? Как вот самп ютуберов вообще могут критиковать? Опять вернёмся к этому. То есть, ну как? То есть, я как могу их критиковать? Как Ангел Касада может их критиковать? Как ещё кто-то, как Баггер такерс вообще посмел раскритиковать самп ютуберов? То есть, то, что они получают миллиарды денег, деньги это абсолютно, абсолютно не окупают, и вот, ну как? Вот, как он посмел вот это вот сделать? То есть, он чё, он крыса, вот вы мне скажите? То есть, вот вы бы, если бы были на стороне Баггера, на вот, то есть, со стороны Баггера такерса, вы чё, вы бы стали крысы вот такой да то есть до этого с нами со всеми нормально общался потом крысы стало так баги таки да то есть вот так с тобой дружить и как ты после этого в глаза своей маме смотреть будешь а багер то есть как он он вот просто вот ты как посмотришь в глаза своей маме вот как то есть после того как ты стал вот такой вот крысой действительно то есть ну подумаешь тебя вот не устраивает да так сети если что-то не нравится ты просто вот не смотри и все это же так все легко решается действительно багер тебе не нравится ты не смотри ты захотел раскритиковать чтобы возможно сам ютуберы взялись за голову и начали делать какой-то контент нормально так ты забудь блять ты чё блять думаешь ты вот можешь прийти на youtube да там добиться вот 108 почти 200 тысяч подписчиков да и начать их критиковать ты блять уровня кайпа подождите нет так нет подождите так я так багер такерс он же получается если у него подписчиков больше полу это нет я щас не понял получается если у багера такерса больше подписчиков чем там у брулёва получается он добился его уровня качества подписчиков то ведь у него больше а люди же на не уровень качества то не будут подписываться вот это пожалуйста чуваки объяснить меня в комментариях то есть если вы досмотрели до этого момента есть вы слушаете вот эти все мои подкасты какие-то где я бомблю то есть ну как ну действую ну как вот так можно сделать и я просто я вот это вот искренне не понимаю но то есть ну как это можно сделать но вот непонятно вот лично мне а вам понятны человеке в комментариях опять же напишите то есть личная вот не понимаю то есть как багер такирс вот будучи тоже вот сам youtube и может их критиковать то есть они бы поняли если бы их искать школотам employed за дан семён да то есть он с ними не дружат он может их критиковать дебил да whatsoever основного своего канала критика ты если вы думаете что задан семён и задан семён на русском это сбавь Семен 2, вернее, на русском, это один и тот же человек, вы глубоко ошибаетесь. Это просто мой брат-близнец, да? Голоса немного похожи, так или иначе. Но это другие люди. То есть вот этот Зидан Семен, там, вот на своём, может что угодно вякать про самп-ютуберов, то есть вообще похуй будет, да? Чё он там делает? А то есть, ну, нельзя. Я вот лично считаю, что самп-ютуберы, они выкладываются. То есть на все 100% они так или иначе выкладываются в свои видеоролики. То есть и вкладываются, и выкладываются, и то есть, и действительно, так вот много всего. Вот вы, если мне не верите, если думаете, что я рофлю весь этот видос, если вы думаете, вот если вы опять посмели задуматься нахуй, ну мало ли там чё, что вот просто я развёл Луняшу, там, на сколько получается? На 42 уже минуты жизни, если вы действительно так думаете. Да, сука, вы действительно правы. Я развёл... То есть, Луняша, ты действительно, то есть ты смотрел вот всё это время, весь этот ролик, и думала, что действительно я перед тобой извинюсь. То есть ты, ты у меня всегда просила, то есть извинись. Я всегда думал, за что я должен извиниться? За выражение своего собственного мнения. Почему? Зачем? Вот для чего я должен извиниться? Я понимаю, чуваки, я вот сейчас понимаю всех вас то, что я сейчас пропалился жёстко, что я просто все 40 минут нанёс какую-то хуйню полную, то есть не связанную. Там были какие-то мои отдалённые мысли, да, но так или иначе, это не то, что я хотел. То есть я бы отдельно такой ролик не стал записывать, но это просто, это настолько... То есть вы представьте, я сейчас лицо Луняши, она сидит такая, весь ролик ждёт. Когда же над ней извиняться в этом самом ролике? А под конец получает вот это, вот вы прикиньте сейчас, да? Охуеть! Действительно, то есть охуеть. Вот она сейчас, наверное, я не знаю какая. Ну, конечно, вот это надо уметь, я считаю. То есть действительно, нести какую-то хуйню на протяжении 43 минут только для того, чтобы затроллить одну Луняшу, это, я считаю, нужно уметь. И действительно, извиняться перед Луняшей в данном видеоролике я не буду. Я сказал всё, что я на данный момент хотел. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Для данного, наверное, будет, правильнее сказать, подкаста, ведь вы тут больше меня слушали, чем как-то видели, чем происходил какой-то монтаж, хотя я уверен, что монтаж он тоже там занимал не меньшее количество времени в данном неподкупном видеоролике. Ну, это уже рофл из того канала, ну, неважно, неважно, чуваки. В общем, действительно, ну, на самом деле, нет, на самом деле это, опять же, вы попались на рофл, на самом деле это никакой, то есть, не рофл перед Луняшей, я действительно хочу перед ней извиниться. Она, наверное, смотри, она уже выключила ролик, да, а тут извинения перед ней реально, то есть, пиздецки её затроллил, да? То есть, она уже выключила ролик, она поняла, что тут больше не будет ничего, то есть, что извинений ей точно ждать не придётся, а вот я сейчас просто перед ней извинюсь, и что, и, то есть, она даже не узнает, что перед ней извинились. Вы прикиньте, да потому что, ну, кто досмотрит этот 44-минутный ролик до конца? Кто? То есть, у кого будет вот такое терпение, чтобы слушать вот этот мой монолог, низкокачественный какой-то, над которым я не старался, над которым я не старался вырезать моменты, когда у меня что-то не получилось? Ну, кто вот это будет смотреть? Кто ей расскажет о том, что действительно, что перед ней в данном видеоролике извинились? То есть, ну, правда, действительно, человеки, я, давайте поговорим ещё 20 секунд, я не знаю, за что я, в принципе, должен извиняться, то есть, я в целом не понимаю, мне кажется, что сам пьютубер, такой вот, как я, хотя я не сам пьютубер, наверное, был бы сам пьютубером, я бы своих коллег по цеху не критиковал, но, так или иначе, чуваки, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, чуваки.